МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые педагогам начнут доплачивать за степень магистра и наставничества. О статусе педагога говорили в стенах ЖГУ. Доступная среда. Члены общественного объединения Ерлек проверили наличие фандусов и подъемников в учреждениях Талдыкургана. Лучшим проектом Грант начался прием заявок на участие в ярмарке социальных идей. Истощение запасов казахстанских месторождений – один из приоритетных вопросов геологической сферы Казахстана. Восполнение социально-сырьевой базы возможно за счет проведения ряда комплексных мер, направленных на проведение геологического обследования, казахстанских недр, открытие новых месторождений и других мероприятий. Эти темы легли в основу законопроекта концепции государственной программы геологической разведки на ближайшие 4 года. Кроме того, на заседании правительства под председательством премьер-министра Оскара Мамина обсудили развитие электронной торговли, поддержка и создание казахстанских цифровых торговых площадок. Так, на сегодняшний день объем покупок на казахстанских интернет-магазинах составил 422 миллиарда тенге. На международных интернет-площадках – 280 миллиардов. Для реализации поставленных задач необходимо привлечение общественности к активному участию в электронной торговле. В завершении заседания внесены предложения по сокращению непродуктивных расходов государственного и квази-государственного сектора в текущем году. Президент джерматорничек Антардама 24 января президент поручил продолжить работу по сокращению непродуктивных расходов государственного и квази-государственного сектора. В рамках реализации данного поручения проведена работа по анализу расходов и выработаны предложения по их сокращению. Данные предложения будут учитываться при уточнении бюджета текущего года и формировании бюджета на последующие три года. В целом по оптимизации расходов даны предложения на общую сумму 128,5 миллиардов тенге, в том числе государственными органами на 23 миллиарда тенге, в регионах на свыше 26 миллиардов тенге и субъектами квази-государственного сектора на 79 миллиардов тенге. Около 12 миллионов государственных услуг оказано по итогам прошлого года в Алматинской области. Об этом стало известно в ходе заседаний межведомственной рабочей группы. В этом году члены рабочей группы собрались впервые. Цель круглого стола – установление связи между государственным аппаратом и гражданским обществом. Во время заседания рассмотрено три вопроса. Это результаты общественного мониторинга качества госуслуг, проведенного независимыми экспертами, проблемы газоснабжения Талдыкургана и ОСМС. На все вопросы общественности специалистами Департамента госслужбы по Алматинской области были даны исчерпывающие ответы и разъяснения. Кроме того, участники мероприятия договорились о проведении совместных мер по решению вопросов, поднятных во время совещания. Основную целью международной рабочей группы – это вырабатывание рекомендаций по повышению качества оказания государственных услуг. Итоги социального опроса, итоги социального мониторинга показали, что по результатам 2019 года 69% опрошенных показали высокий уровень удовлетворенности к качествам оказания государственных услуг. Это говорит, что из опрошенных 100 человек, 69 человек в Алматинской области удовлетворенности. Нарушение в начислении заработной платы учителям выявил профсоюз работников образования и науки. Соответственно, председатель организации разъяснил порядок расчета оплаты труда учителей. Из вопросов, заданных педагогами областного центра, председателю профсоюзной организации следует, что немало таких, кто не знает порядка начисления своей заработной платы, а соответственно недополучают положенных средств. По ошибке это было сделано или намеренно, предстоит выяснить. Однако многие учителя берут лишь то, что начислят. По мнению работников профсоюза, это правовая неграмотность учителей и неправильная бухгалтерия. Так, очень часто возникают споры, сколько платить замещающим учителям. Наконец решился вопрос с декретным отпуском. До настоящего времени учителя неохотно замещали своих коллег, ушедших в декретный отпуск. Причина в том, что они работали 4 месяца и получали 50-процентную ставку, а фактически уже через 2 месяца им должны были начислять полную ставку. Зарплата учителя в 2020 году увеличилась на 25%. Но следует преднимать во внимание не только 18-часовую неделю. «Чем больше часов преподает педагог, тем выше должна быть их зарплата», – почерпнула Айгуль Мукашева. Кроме того, предусмотрены доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, педагогическое мастерство, степень магистра и наставничества. При этом доплаты за степень магистра и наставничества раньше не существовало. Они вводятся в текущем году впервые. Доплаты за классное руководство и проверку тетрадей будут увеличены вдвое. Отличные стандарты были приняты. В первую очередь это связано с повышением зарплаты учителя, а также благодаря тому, что закон о статусе педагога вводит единое понятие «педагог». В него вошли все педагоги, которые работают в системе образования, имеют профессиональное педагогическое и профильное образование, осуществляют образовательную и воспитательную деятельность в организациях среднего, общего, дошкольного, профессионального образования, в организациях дополнительного образования. В общей сложности в прошлом году профсоюзы провели более 21 тысячи консультаций. 141 из них – от профсоюзной организации Алматинской области. Председатель Казахстанского профсоюза работников образования и науки объединения Айгуль Мукашева, приехав в ЖТСУ, ознакомилась с работой профсоюзной организации в регионе. Кроме разъяснительной работы провела знакомительный объезд. Побывала в ЖТСУском государственном университете имени Жан Сугурова, и посетила ряд учебных заведений Коксусского района. Такие поездки помогают прояснить картину на местах и выявлять нарушения в системе работы и оплаты работы педагогов. Евгения Присяжная, Мироеверд Кадырбай-Кызы, Абылай Акутыкбай, Телеканал ЖТСУ. Вне зоны доступа. Около 7 тысяч людей с особыми потребностями разных групп, инвалидности, живут в Талткургане. Строительные нормы страны обязывают владельцев коммерческих объектов создавать доступную среду для них. Однако рейд, проведенный членами общественного объединения инвалидов Ерлек, совместно со съемочной группой телеканала ЖТСУ, показал, что не все бизнесмены соблюдают требованиям норм законодательства. Яхия Еркенбек 16 лет страдает мышечной дистрофией. Вот уже 17 лет он передвигается посредством коляски. Несмотря на выпавшую ему долю испытаний, он не унывает. Сейчас у 33-летнего молодого парня есть любимая супруга и двое детей. Все, как у обычных людей. Однако, по утверждению Яхия, есть затруднения в передвижении в общественных местах. Иными словами, отсутствие условий для инвалидов. Просьба к вам. Я обращаюсь от имени всех инвалидов города. Это и пожилые люди, и молодежь. Я тоже хочу со своей семьей приходить на рынок, покупать витамины, овощи, фрукты. Однако у меня нет возможности подняться к вам. Сейчас мне помогли. Это сделать четверо здоровых ребят. С такими просьбами в ходе рейда ему пришлось обращаться не раз. К примеру, на входе в здание центрального рынка Талдыкургана пандус установлен. Однако для галочки. Его наклонная поверхность выполнена с уклоном, превышающим нормы, что является небезопасно. В результате Яхия не смог подняться самостоятельно. А администрация рынка, выслушав отчаянного парня, обязались устранить нарушение. Главная проблема в том, что каждый раз нам приходится просить помощи у прохожих. Не смог Яхия попасть и в другой торговый дом, что на территории этого же рынка. Приспособления для преодоления препятствия здесь вовсе отсутствовало. Мы сейчас находимся на лестничной площадке торгового центра «Астана». И вот, чтобы помочь Яхии подняться сюда, нам пришлось попросить четверых мужчин. А теперь второй вопрос, как нам спуститься. Придется обращаться снова за помощью. Вы можете помочь нам? К сожалению, администрация коммерческого объекта ответила, что руководства в данный момент нет. И они ничем не могут помочь. На этом проблемы в районе рынка не заканчиваются. Мы в городе с Кибер-Парковку, зубный базарный, а нам в среднем. Еще одним барьером для людей с особыми потребностями является отсутствие остановок для инва-такси. Впрочем, как нам объяснили представители власти, данный вопрос стоит у них на контроле и скоро будет исчерпан. В ближайшее время, то есть примерно в марте месяца, уже будет проведен открытый конкурс на установку дорожных знаков и специальных дорожных разметок для водителей инва-такси по улице Гаухарана возле центрального рынка города Талдыкурган. По прогнозам, в течение лета мы планируем уже все это провести и закончить эту работу. По словам членов общественного объединения инвалидов Ерлик, здоровому человеку ничего не стоит преодолеть 2-3 ступеньки. Но для людей в инвалидных колясках ступеньки и высокие пороги превращаются в серьезную преграду. Правонарушители, выявленные в ходе рейда, обязались устранить в кратчайшие сроки все недочеты. К слову, в Талдыкургане количество людей, относящихся к маломобильным группам населения, около 7 тысяч, среди которых к первой группе инвалидности относятся почти 800 человек. Стартовал прием заявок на участие в ярмарке социальных идей и проектов для неправительственных организаций Алматинской области. На грант могут претендовать всего 10 участников из зарегистрированных 900 МПО по нашему региону. Лучшие проекты по социальному бизнесу получат по 1 миллиону тенге на реализацию идеи. Отбор продлится до 15 марта. Отметим ярмарка социальных идей и проектов длится второй год при поддержке Акима Алматинской области. Проводится с целью развития инновационного социального предпринимательства и поддержки гражданских инициатив, отмечают организаторы. По результатам мониторинга, допустим, в прошлом году у нас регистрировалось несколько неправительственных организаций молодых. И в этом году мы хотим осуществить сопровождение данных НПО от начала регистрации до того, чтобы они стали устойчивыми, чтобы они научились писать проекты, чтобы они эти проекты выиграли и приносили пользу своим бенефицарам. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Котел или черная касса? В Казахстане массово рассылается игра в формате финансовой пирамиды. Не дайте себя обмануть. Где родился, там и пригодился. Победитель проекта «100 новых лиц» Махвал Мса провела творческий вечер на родной земле в Кигенском районе. Чья взяла? Кокпар состоялся в Болхашском районе. Две женщины и двое детей 8 и 12 лет из Казахстана находятся на борту круизного лайнера «Даймонд Принцесс». Они чувствуют себя хорошо, никаких жалоб от них не поступало. Их состояние не вызывает тревоги, и они не заражены коронавирусом. Но тем не менее наши соотечественники уже сдали анализы на наличие вируса. Сотрудники посольства Казахстана в Японии постоянно находятся в тесном контакте с нашими гражданами. Их обеспечивают всем необходимым, в частности, питанием и медицинскими средствами защиты. Напомним, корабль «Даймонд Принцесс» 5 февраля находится на карантине, который должен завершиться уже завтра. Японская сторона планирует дополнительно проверить каждого пассажира еще раз на суше, когда они будут покидать круизный лайнер. Если диагноз не подтвердится, они смогут вернуться в Казахстан. В Казахстане массово рассылается в мессенджеры игра «Котел» или «Черная касса». Суть игры — вложить 14 300 тенге. На старте привезти с собой двоих людей, которые тоже вложат. По мере прихода людей вы будете двигаться на верхние этажи пирамиды. И в итоге получите 114 тысяч тенге, пишут в таких объявлениях. Это обычная схема понции, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов. Говоря проще, это финансовая пирамида. Ровно такая же, как была МММ, кэшбэри или различные жилищные и круизные кооперативы, популярные прямо сейчас. Как только заканчивается поток новых игроков, доход иссякает. В плюсе остаются создатели и те, кто пришел в начале. А платят за все те, кто был последними. Не дайте себя обмануть. Расскажите об этом своим близким, которые могут не знать и соблазниться обещаниями легких денег. Новые названия улиц получат Уральска. Всего из 200 улиц, которые планировались переименовать, положительное заключение Республиканской аномастической комиссии получили более 50. сообщает корреспондент Хабар-24. К 23-м будет применена казахская транскрипция прежних наименований. А 14-ти улицам присвоят имена личности, внесших большой вклад в развитие региона. Также по-новому будет именоваться микрорайон Белая Казарма. Теперь он будет называться Ахбекет. В Датском Орхусе по улицам ездит экспериментальный автомобиль. В его баке смесь бензина с новинкой биотоплива на основе морских водорослей. Ученые сравнивают показатели выбросов этой машины в сравнении с автомобилями, работающими на чистом бензине. Разница ощутима. У водорослей есть огромное преимущество. Способность воглощать СО2 из воздуха в процессе роста, говорят эксперты. Они считают, что человечество должно полностью перейти на биосмеси в ближайшее время. А тем временем ураган Деннис грозит новыми наводнениями и идет на Шотландию. Британские власти распространили новые предупреждения об угрозе наводнений. Наиболее сложная ситуация, по оценкам метеорологов, сохраняется в Англии. Есть пострадавшие, погибшие и пропавшие без вести. Отмечается, что ураган ослабевает. В выходные системы наблюдения за погодой зафиксировали порывы ветра до 150 км в час. И осадки, значительно превышающие месячную норму. Для многих районов Соединенного Королевства пик стихий еще не пройден. Метеорологи предупреждают, что в Северной Англии уровень воды в реках достигнет своего наивысшего значения. Небывалое за последние десятилетия нашествие пустыны саранчи странам на северо-востоке Африки. С этой проблемой уже столкнулись Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания, Уганда и Судан. Эксперты утверждают, что безуспешная кампания по сдерживанию насекомых в период с настоящего момента по июнь популяция саранчи может увеличиться в 400-500 раз только на африканском роге. Саранча может оставаться в пострадавших районах в течение нескольких лет. Фермерам Кении, для которой это самое страшное нашествие саранчи за 70 лет, уже приходится очень тяжело. Фактически в этом году их поля опустили. К новостям региона. Победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» – талантливая поэтесса и просто хорошая женщина. Махпал Маса провела творческий вечер в Кигенском районе. Популярная писательница родом из этих мест. Молодая поэтесса чувственно и проникновенно прочитала стихи и песни о родине, природе и взаимоотношениях между людьми. Как выяснилось, поклонников творчества Махпал Маса огромное количество. Тому подтверждение полный зал. Зрители были в восторге от ее выступления и одарили ее аплодисментами. В конце выступления любой желающий мог получить автограф и сделать селфи с именитой землячкой. Я очень рада вернуться на малую родину. Это особое место для меня. Каждый раз, когда у меня выходит новая книга, презентация проходит здесь. Я хочу, чтобы мои земляки первыми услышали и оценили мою работу. Для меня это важно. Приятно, что меня встречают аплодисментами, говорят хорошие пожелания. Надеюсь, что буду и дальше радовать всех своим творчеством. В селе Узанагас Жамбылского района прошел вечер памяти казахстанского поэта Есенкула Жакоббекова. В районном Доме культуры прозвучали стихи Акына, которые здесь многие его земляки знают наизусть. Больше всего зрителей тронула театральная постановка о жизни поэта. Есенкул Жакоббеков родился в селе Берляк Жамбылского района. Трудовую биографию он начал сотрудником районной газеты. В последние годы был главным редактором Жамбылской районной газеты «Атамикен». Его перу принадлежат сборники стихов «Бастау», «Агымнан Жарламын», «Бызъекиумыз», «Жерния Табын», «Быздыньельдинг Жигаттеры» и другие произведения. Есенкул Жакоббеков являлся первым лауреатом телевизионной версии состязания Айтаса Кынаф. Есенкул был очень хорошим человеком. При жизни он ко всем относился одинаково и старался всем помогать. Он поддерживал начинание детей в творчестве, печатал их стихи. Ежегодно администрация района всегда старается почтить памяти Сенкулу такими вечерами. Большое им за это спасибо. Преемственность поколений. В Алматы прошла выставка картин широко известного художника Жанатая Шарденова и начинающего таланта Батана Шатыка. Писавший своей исключительной пастозной техники, Жанатай Шарденов наполнял легкостью все, что наносил на холст. На сегодняшний день сложно найти нераспроданные картины Шарденова. Иметь в коллекции произведения художника считает за честь любой крупный музей страны. Жителям и гостям Южной столицы выдалась уникальная возможность посмотреть его труды. Другой начинающий художник Батан Шатек – дебютант данной выставки. Он неустанно идет по стопам своего кумира и уже добился успехов в республиканских и международных творческих проектах. Выставка проводится в галерее Союза художников Казахстана совместно с арт-агентством УЛАР и продлится до 24 февраля. Мы хотели сделать интересную выставку, которая привлечет внимание для всех наших любителей искусства. И вот именно в феврале месяце мы придумали такой очень интересный проект, который называется «Маэстро Жанатай Шарденов. Преемственность поколений». Цель этого проекта – это объединить всех художников, которые знакомы с творчеством Шарденова, которые любят творчество Шарденова и которые используют в своем творчестве постозную технику, которую изобрел Жанатай Шарденов. Это объединение будет развиваться, то есть мы планируем привлекать еще других художников, и в дальнейшем эта выставка станет ежегодной. Зрелищный кокпар состоялся в Балхашском районе. Впервые в селе Баканас прошел открытый турнир, посвященный казахстанским борцам Улану Рыскулу и Руслану Абдразакову. За звание самых лучших и ловких наездников боролись около 300 кокпаристов. Принять участие в играх и показать свое мастерство приехали более 300 спортсменов из разных областей Казахстана и районов Алматинской области. Кокпар – это самый зрелищный вид национального конного спорта. Здесь важны не только выносливость лошади, но и навыки наездника. В данном турнире участвуют две команды. По правилам это командный кокпар и жаппай-кокпар. «В сегодняшнем турнире принимают участие кокпаристы из Туркистанской, Жамбылской, Алматинской областей. Как вы знаете, конный спорт – это особая часть нашей культуры, поэтому такие состязания очень популярны». Отметим, в Алматинской области наблюдается огромный интерес к кокпару, популярному не только в нашей стране, но и на международном уровне. Игра проводится для популяризации этого вида спорта, а также приобщения молодежи к национальным видам спорта. «Для меня кокпар – это хобби. Я стараюсь часто участвовать в разных турнирах. Сегодня вот выиграл в трех раундах, получил по 50 тысяч тенге». По итогам турнира в командном зачете победу одержали спортсмены Алматинской области. В личном зачете отличились кокпарист Туркистанской области Карла Жарымбетов и Алматинской области Интыма Калипаев. Им вручили медали и ценные призы. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. 23 февраля в Алматинской области состоится чемпионат в Республике Казахстан по автомотоспорту. В нем примут участие ведущие спортсмены страны. В этом году впервые дебютирует новый вид гонки – автомобильный биатлон. Наша съемочная группа отправилась на крупную гоночную трассу «Мобилекс» в Вилийском районе и узнала все подробности проведения гонки. В далеком 1992 году в Казахстане основали Федерацию автомотоспорта. Уже тогда наши спортсмены начинали развивать данный вид спорта. Первые международные соревнования стали успешными как для страны, так и для гонщиков из Алматинской области. К слову, их вклад стал колоссальный. Среди семереченских автомобилистов есть даже чемпионы мира и призеры азиатских игр. На этом комплексе подготовлены пять мастеров спорта международного класса, которые участвовали на Дакаре и привозили призовые места. Также мы выиграли Кубок мира. Автодром площадью 52 гектара, протяженностью 24 тысячи квадратных метров. Масштабы комплекса «Мобилекс» действительно поражают. Здесь есть все условия для развития автомотоспорта и самое главное по всем направлениям. Здесь культивируется сразу несколько видов автоспорта. Уже в этом году впервые на чемпионате Казахстана появится автобиатлон. Даже если прочитать название автобиатлон, можно сделать вывод, что здесь как и в выждом, так и в набирающем популярность танковом биатлоне есть две главные составляющие. Это быстрая езда на скорость и меткая стрельба по мишеням. Наши гонщики намерены представить свои экипажи в данной дисциплине. Помимо них в соревновании примут участие еще 20 команд. Мы сейчас как раз приехали готовиться к соревнованиям. То есть также будет в этом году 4 этапа. Но я очень надеюсь, что мы займем призовые места. Заниматься автомотоспортом – дело, конечно, не бесплатное. Однако, как говорят специалисты, ведется работа по привлечению спонсоров и сделать его более доступным для всех людей. В планах открыть представительство еще в нескольких районах Алматинской области. И таким образом развивать во всем регионе, привлекать все больше молодежи. Алексей Цоя, Схат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Ильийский район. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин